Всем привет! Вы на канале Happy Family NT. С вами я, Лариса, и это мой очередной обзор покупочек из магазина Mega Hand. Я одним из наших подписчиков обещала, что поснимаю в Mega Hand, но, к сожалению, в этот раз нам не удалось поснимать, потому что это был большой улов, пришлось много мерить, но и, к сожалению, у меня еще не оказалось видеокамер с собой под рукой, поэтому покажу уже только так. Ну, не знаю, вещи просто, да, без примерки. Если вы захотите примерку, ну или я думаю, что вы в дальнейших влогах увидите эту одежду обязательно на нас или на наших детях, поэтому я думаю, что... Ну, в общем, если вы захотите, то пишите в комментариях, мы обязательно вам покажем эти вещи с примеркой. И закупочка наша составила чуть более 5000 рублей, поэтому давайте сейчас я вам покажу все наши вещи. Смотрим! Первый, это вот такой вот костюмчик для Марьянки взяли, забавненький, новый, из Велсофта. Вот такой вот, тут мои миски тоже из Велсофта. В общем, вот такой вот забавная рожица, костюмчик новый, вот видите, здесь цена 20 долларов. Сейчас поближе показываю. Это не брендовый какой-то, не знаю, бихайнин. Написано 12-17 месяцев, но я думаю, что он будет нам как раз вот такой вот Велсофт, очень мягкий. Мне в последнее время полюбились такие комбинезончики. Здесь вот он идет на замочке. Сейчас покажу, рукой не очень удобно одной. Здесь вот под вышивку такая ткань в серединке. В общем, такой вот мягонький, тепленький комбинезончик. Вот еще для Марьяшки взяла. Кофточка, пактуничка, платьишко можно носить тоже год-полтора. Тоже, видите, с этикеткой новая. Вот бренд, не бренд, не знаю, фирма какая. NatMag 12-17 месяцев, 80-86, Ростовка. Здесь такая тоненькая идет, как сеточка сверху, видите, красивенькая. Здесь на клепочках. Здесь какая-то бархатная возле шейки прошита, очень приятно. Ну и с обратной стороны просто прямая такая вот кофточка. Стероп для Ксюши, такой вот розово-голубой с люрексом. Не знаю, вот это что за бренд, как его правильно читать. L.O.G.G. какой-то размер, вот 11-12 лет, 146-152. Здесь тоже прошит воротничок такой трикотажный, связанный. Вот такой еще, не знаю, камера передаст, не передаст, но здесь такой вот блеск. Видите, люрекс блестит, да? Такая ткань приятная, очень мягкая. Вот такая вот для Ксюши тоже кофтюшечка, 10-11 лет. Она хорошо тянется, хорошо ткань растягивается, тоже очень-очень мягкая, приятная к телу кофточка. Не знаю, вот такой вот бренд, айди, уйди. Вот такая вот полосатик зелененький. Джинсовая рубашка, пока еще не знаю, кому подойдет, то ли Ксюша, то ли Анюти, но у нас Ксюша хотела джинсовую рубашку. Это вот Annex рубашка. Она, конечно, не поглажена, ничего. Вот здесь вот имеется пуговка, да, я специально вот рукав сделала. Ну, его можно носить либо как три четверти, либо длинный рукав, посмотрим, в общем, кому подойдет, не знаю, взяла. Вот такая нежная-нежная джинсовая рубашечка. Вот я еще здесь показала, там имеются такие, на многих европейских вещах, вот здесь вот пришита пуговка. Кто-то, может, у меня видел на белой кофте такая же пуговка. И здесь вот вшит такой вот хлястик, которым можно загибать вот так вот рукавчик, чтобы он был короткий до локтя. И она такая вот удлиненная, здесь расклешенная, то есть здесь можно поясок потом вот так вот надевать. Ну, в общем, посмотрим, я говорю, если хотите, сделаем примерку. Ну, или потом уже в дальнейших наших роликах вы увидите. Ну, ткань такая прямо нежная-нежная. Дальше. Рубашка из ченды, с черепками, вот такая вот черненькая, это для Ксюшки. Я извиняюсь, что не мятая, конечно, но вот только из магазина привезли. И ченды, и ростовочка сделана в Балагладеше, ростовка здесь 146. То есть вот такая вот, я, конечно, не приверженец вот с черепками одежды, но, не знаю, мне кажется, Ксюшке понравится. Ну, даже если куда-то не на выход, там, в школу, то дома будет носить и стаскает. Это вещечка для Анютки. Люблю я в последнее время ей вот с какими-нибудь зверушками, кто нас смотрит, уже заметили, наверное, покупая со зверушками. Ей очень нравится. Здесь такая милая пандочка, видите, махнушки такие смешные. Вот, что за бренд, тоже не знаю, 128, 134. Ну, такая тоненькая, не сильно плотная, не сильно толстая кофточка с длинным рукавчиком. Дальше вот такая вот вещица, тоже для Анютки взяла. Безумно-безумно мягкая кофта, вообще, прям вот такая приятная на ощупь, даже не знаю, с чем ее сравнить. Вот такая вот ткань, как букле, не букле, знаете, какой-то флиз, волософт, что-то вот на ощупь, как волософт, знаете, очень мягкий. Ткань вот такая вот в дырочку, видите, она легкая идет. Бренд вот такой вот, что, не знаю. В общем, сделано Made in Bangladesh, написано, с длинным рукавчиком. Это вот Анютки тепленькая, тоже на зиму. Цвет, конечно, камера не совсем правильно передает, но она такая нежно-нежно-голубая. Ну, как бы, похоже, да, в принципе, на камере. И такие еще мелкие-мелкие здесь ворсинки из этих вот буклешечек торчат. Вот здесь, вот видите, видно такие ворсиночки, тоже такая интересненькая. Дальше покажу вот такую вот накидочка, накидка пончо, видите, идет такая полукругом. Здесь кармашки, здесь вот буквально вот так вот прошито, то есть ребеночек здесь. Тут вот не прошито, а сюда ребенок вставляет руку, видите. Ну, как пончо, накидочка такая. Эту штуковину мы взяли, потому что на соревнованиях по гимнастике уже у нас Ксюша ходила, 4 года занималась, потом бросилась. Сейчас Анютка пока вроде бы ходит, занимается. И там в залах обычно очень холодно. И взяли вот такую вот накидушечку, чтобы с собой, если что, брать, надевать. Потому что надо очень быстро это все снять. А в купальнике ребенок голый находится и холодно очень. А вот такой вот очень-очень мягкий ткань Велл Софт. Приятный к телу, с капюшончиком. Так, что за бренд покажу. Это вот такой вот размер 8, идет на 8 лет. Но мы нечаянно, но качество, видите, то есть это фабрично Китай, сделанный по заказу, скорее всего, какому-то. Так, дальше. Вот такой вот пиджачок. Для нютки взяла. Ну, как пиджачок. Не знаю, он такой, как ветровочкой можно по осени носить. Бренд вот такой вот, не знаю. Сокусируйся. Air Meats, не знаю. Кэжуал. Стиль кэжуал. Такой вот он трикотажный. Очень тоже мягкий, приятный к телу. Здесь пуговка. Пояс такой, знаете, похож на кожаная, не кожаная. Какие-то волоса тут. Я, извиняюсь, говорю из магазина. Прямо вот. Вот такая, похожа, как костный, косик, кожа под кожу ли сделана. В общем, деревянная какая-то, деревянная пряжка. Пуговки. Да, какой-то Air Meats. Да, что за волосня какая-то тут лезет. Так, покажу воротничок. Вот здесь вот как оформлены. Здесь пуговка. То есть воротничок можно здесь даже застегнуть. Вот так вот поднять. Здесь пуговка, видите, и застегнула. Будет довольно-таки интересный воротничок. Здесь вот он прошит как-то. И внутри. Давайте сейчас застегну и покажу, как внутри. Внутри вот такая вот подкладочка идет. То есть это не шуршащик. Какая-то, знаете, баллоневая. Такие вот подкладки охлопчата-бумажная. Ткань вот здесь вот в рукаве есть немножечко. Ну, но приятная, хорошего качества вещь. Вот на 120 ростовка. Такая вот штучка на кармашке. Вот здесь еще какая-то кожаная нашивочка сделана. Мне понравилось. Я взяла. Даже если анютке окажется мало, останется марьянке. Она износит. Дальше. Ну, и покупочка для меня. Для себя купила. Вот такие вот джинсы. Denim Co. Mailing Camboja сделана. И что не люблю. Вот видите, в черных у них всегда какие-то как будто было лосница. Или вот как-то блеск вот этот появляется. Вот именно такая ткань. Не очень люблю. Но мне надо было на повседневку. И чтобы они были скини, да, узкие. Тут какие-то тоже мусоринки попадаются. Поэтому, в общем, чтобы у меня в ботинке, можно было их как бы заправлять и носить. Ну, я думаю, что на повседневку как раз-таки в школу девчонок возить. В машине таскаться очень даже ничего. Обычно. Простой карман без всяких наворотов. Я вообще люблю самые простые джинсы, чтобы никаких ни нашивок, ничего не было. Вот такую вот лаконичную, простую одежду люблю. Ну, не буду их полностью раскрывать. Вот всю длину. Вот такая вот узенькая они, скинни джинсы. Дальше. Вот такая вот футболочка Анютки. Из розовой сердечки. Блестящие серебристые буквы. Не знаю, камера не передает. Они такие вот, видите, как серебристые. А вот такая вот марка. Юн Дименсион. 6-7 лет. Мэйд ин Индия. Мэйд индийская. Здесь все прошито качественно. Сделано розовое. Видите, такая-то... Я не знаю, почему в камеру. Не видно плохо. Не фокусируется. Ну, в общем, прошито вот здесь. Вот очень мне нравится качественно. Это для Анютки. Вот такая вот футболочка тоже для Анютки. Это Дисней. Джордж. Такая вот с Ники Маусом. Здесь удлиненная сзади. Такая вот спиночка идет закругленная. Здесь рукавчик идет как реглан. И загнутый вот здесь немножечко рукавчик. Вот такая вот Микки Маус. Здесь мини Маус. Здесь переливается все, как Анютка любит. Смотрите, какая красота. Красивая футболочка очень. Но это Анютки пока еще велика, мне кажется. Но я думаю, что или не велика. Не знаю, посмотрим. Здесь просто белая. Это уже кофточка для Ксюши. Не знаю, что-то постоянно нам попадаются серые такие. Почему? Не знаю. Вау. Видите, написано вау. Не передает такой, знаете, кислотно-оранжевый цвет на самом деле. Не такой вот, не совсем приземленный. А он прямо ярко-ярко кислотного цвета такой. Здесь какие-то вот ниточками, видите, прямо сделаны нитки. Такие, как бахрома, что ли. Правда, цвет вот вообще не тот передает. Он прямо кислотного цвета такого. Так, что за марка Cars Jeans? Вот такой вот. Ну, это немножечко на вырос. Размер 14. Ну, я считаю, что Ксюша подрастет. В принципе, она ей хорошо. Немножечко свободно. Вот такой вот для Ксеньки. Вот такой вот зайчонок тактильный. Я забыла, как они называются эти зайчики. В общем, ну, шьют такие игрушки в магазине. В детском мире, по крайней мере, я видела, не дешевле 600 рублей. Такой вот этого зайчика, точно вам скажу, за 50 рублей мы взяли. Представляете? Вот, он такой тоже мягкий-мягкий, велюровый прям зайчонок. Такой милый. Я только увидела, сразу же взяла. Это для чего? Для того, чтобы ребеночек тискал этого зайчонка. Многие мамочки подкладывают, чтобы пахло, да, запах мамы ребенок ощущал. Ну, и мог, я не знаю, уголочки эти пососать. Конечно же, это все постирается, все вычистится. Поэтому я не переживаю. Вот такой вот забавный милашка зайчонок. Классная штука, 50 рублей всего стоила. Вот такая забавная кофточка. Это уже для Марьяночки взяла. Беленькая, Wellsoft. Очень-очень такая пушистая, мягкая. Пингвиненок. Очень-очень мягкая такая. Здесь вот идет на кнопочках она, две кнопочки. Ростовочку сейчас не скажу или скажу. Вот, это тоже Джордж. Так, так, Джордж. Какая Ростовка здесь? Не видать, не вижу. 74-80 сантиметров. Вот там написано 74-80 сантиметров. И 12 месяцев. Это Марьяночки на вырост. Ну, красота же, скажите. Как такие вещи не покупать? У нас в магазинах таких не найдешь. Смотрите, какая милая пуговочка такая. Ой, какая красота, сердечко. Плоская вещичка. Ну, и последняя покупочка на сегодня. Это вот такая вот кофтенья для себя взяла. Тоже удлиненная. Кто видел, может быть, у меня была подобного плана только с собой. А сегодня вот такой вот рисунок. Люблю серый цвет. Последнее время почему-то нравится мне. И вот даже не раздумывая взяла. Но вот эта вот кофта, она чуть-чуть потоньше, чем у меня та, которая с собой. А так, в принципе, вот прям идентично. И длина у нее такая удобная. Знаете, то, что она закрывает бедра не короткое. Руки поднял и не задирается ничего. Пуп не оголяется. Так, Дженнифер Тейлор коллекшн, размер М. И вот здесь вот сзади идет такой вот замочек. Вот и все. Мой обзор подошел к концу. Если вам понравился этот обзор, обзор наших вещей, которые мы приобрели, и напишите в комментариях вообще, как вы относитесь к секонд-хенду, покупаете ли там вещи или нет. Но мы вот так вот экономим на одежде, на вещах. Нам нравится, мы не брезгаем. Так что, в общем, если вам понравилось это видео, нажимайте пальчики вверх. Вам бесплатно, нам приятно. И если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить очередное новое видео. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»